Друзья, здравствуйте! И как обычно, тет-а-тет по понедельникам. И у меня сегодня следующий наш гость, это Александр Сенкевич. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. У вас такое крепкое, но теплое рукопожатие. Одеваюсь тепло. Это замечательно. Я начну с вашей цитаты. Сегодня я уже не принадлежу себе просто как житель Николаева. Я могу стать примером либо успешного человека вне системы, который изменил, либо неудачника, который сдался. Я не могу выбрать второй вариант, я буду идти до конца. По этой цитате, судя, как я себе сужу, вы человек очень уверенный в себе, имеющий твердый стержень, и олицетворяет мужские все достоинства. Но я знаю, что вы выросли без отца. Да, это правда. Скажите, откуда, кто был примером? Как мальчик, у меня, допустим, сын. Я сложно представить, что когда у него в садике или где-то в школе будет какая-то сложная ситуация, что буду делать я, чтобы разрулить ее, чтобы мальчик стал мужчиной. Вы знаете, у меня была очень сильная мать, и она всегда воспитывала меня со словами о том, что мне никто ничего в этой жизни не должен. И о том, что всего в этой жизни можно добиться только самому. Никто мне ничего в этой жизни не даст на шару. И, наверное, это были основные, как бы, основной посыл, с которым я шел по жизни. Ну и, кроме того, она все время говорила мне, и я сегодня это говорю своим детям, и своему младшему брату, и вообще студентам, когда читаю лекции в университете, что в этой жизни не нужно искать врагов. Наибольший враг в этой жизни у каждого человека, по мнению моей мамы и по моему мнению теперь, это лень, человеческая лень. Поэтому она меня воспитывала в вечной жизненной борьбе с ленью. Иногда, конечно же, использовала для этого физическое воздействие. Поэтому вот эти, наверное, правила основные, которые воспитали во мне мужчину, то, что я знал, что нужно делать, нужно прибить гвоздь, я не ждал, что кто-то это сделает, вместо меня придет какой-то дядя и так далее. Я учил, брал молоток, учился это делать самостоятельно. Самостоятельно. Самое главное, что я учился делать самостоятельно, это принимать решения. Потому что, мне кажется, взрослого человека, мужчину, отличая от мужчины молодого человека, это умение принимать решения и нести за него ответственность. Бывали ли решения, которые было сложно принять? Любые решения, практически, которые касаются не только вас, ваших детей, вашей жены, других людей, фактически те решения, которые принимает лидер. Лидер семейства, лидер команды, лидер, я не знаю, группы, любые решения, от которых зависит не только ваш успех, ваша жизнь, они принимаются намного сложнее, они практически все сложные. Поэтому легкие решения, они в основном принимаются на интуитивном уровне. Вот для примера, какое решение было вам тяжело принять? Что было? Не имею в виду одеть галстук такого цвета или другого, может, реально, что вам было тяжело решиться? Знаете, у меня сейчас в памяти нет каких-то событий, которые запомнились мне, как события, которых я принимал, и очень сложно было принять решение. Оно шло само собой? Точно знали, что и как? Да, наверное, наверное, события, которые я не могу вспомнить. Вы знаете, оно все как-то, даже если какие-то сложные были решения, то я их принял и пошел дальше. Вот вы баллотировались в МР. Это было для вас сложное решение? Нет, это как раз было простое решение. В то время от этого решения, конечно же, заведесело будущее города. В моей голове большого количества людей. Но я принимал это решение не потому, что мне вздумалось. Я просто не видел на горизонте людей, которые бы могли быть лучшим городским головой, чем я. Поэтому решение было легко принять. То есть этот плохой, этот не подходит, этот слабак, этот глупый, этот просто красивый. Вот такого человека, который мог бы позаботиться о городе на таком уровне, как бы я это хотел сделать и как я это делал, я не видел. Поэтому принял решение для себя идти в городские головы. Вы понимали, с чем вы столкнетесь? Я сейчас не имею в виду политика, просто как человек, что придется очень много времени уделять не своей семье, не на себя, может быть, чем-то себе отказать, делать что-то для людей, которые, может быть, даже не оценят это. Вы знаете, я оценивал это все и принимал это решение с легкостью, потому что я понимал, что если бы это было легко, этим бы занимались все. Но так как это будет сложно, я понимал, что я буду видеть мало своих детей, но я бы хотел бы жить рядом со своими детьми. Я рассказываю сюда историю о том, как священник меня спросил, зачем я иду становиться городским головой. я сказал для людей, он сказал, нет для себя. Я говорю, ну как же для себя, я бы хотел, чтобы мои дети остались жить в этом городе, а для своих детей я хочу всего хорошего. То есть я бы хотел, чтобы они жили в хорошем городе, моя задача сделать этот город, чтобы мои дети и другие дети, и другие талантливые люди оставались в городе Николая. Он говорит, зачем это тебе? Я говорю, ну я просто хочу быть в старости лет рядом со своими детьми. Он говорит, ну вот видишь, значит ты это делаешь просто для себя. Поэтому, что бы мы ни делали, в конце концов упирается в то, что мы это делаем для себя. Поэтому я понимал о том, что это сложно, это тяжело, но я могу это сделать. Когда вы были мэром, на полный рабочий день, когда вы до Октябрьской революции, скажем это так, сколько вы уделяли 24 часа в сутки своей семье? Я очень мало уделял времени своей семье. Я уходил в основном тогда, когда дети спали. Потом моя дочь начала ходить в школу, я завозил ее в школу. Приходил, когда они уже спали. Потому что огромное количество бумаг, документов, которые мне нужно было вникать, изучать. То есть заканчиваются встречи, мне еще нужно расписать документы, потому что у них есть сроки у каждого. Нужно изучить договоры аренды земли, что там за земля совпадает. То есть нужно было, чтобы это все в голове, у меня информация складывалась. Ну, я старался выделять воскресенье своей семье. То есть один день в неделю. Чем занимались? В деле гуляли. Просто, может, валяться. Не хочется, кстати, вам просто поваляться. Как нормальный человек, телевизором на диване. Ну, дело в том, что это до сих пор остается моей мечтой поспать. Сегодня, вопреки тому, что, казалось бы, у меня появилось больше свободного времени, у меня его практически нет. Потому что мне там нужно делать разные мероприятия, поездки в Киев, изучение разных документов и прочее, и прочее. То есть сегодня я не могу себе позволить. Кроме того, я не хочу, как это называется, спрыгивать с темпа. То есть вот я здесь темп, и я в основном просыпаюсь в 8 утра, вот кроме воскресенья. То есть не в 8 утра, а чтобы на 8 утра я уже был где-нибудь. Себе назначаю встречи, чтобы в 8 утра уже была у меня встреча. То есть мне нужно встать там без 15 и 7, и в 8 я уже должен что-то делать. Почему? Потому что я боюсь, что я начну спать подольше, а потом, когда нужно будет снова работать, мне это будет тяжело делать. Вы так требовательны к себе? Нет, я просто себя очень часто ставлю в условия, в которых у меня не будет обратного пути. Ну, то есть фактически, если я назначил первую встречу на 8 утра, подумаю, надо еще поспать. Я не смогу, потому что на 8 уже меня будет ждать человек. Поэтому если я поставлю в такую ситуацию, то требовательны, нетребовательны, но нужно просто это сделать. То же самое, как я когда-то, когда придумал стать городским головой, я об этом всем рассказал. И все, назад, на родине. Моя жизнь спрашивает, зачем ты это делаешь? Вдруг ты передумаешь? Я говорю, я именно делаю это для того, чтобы не передумать. Поэтому нужно себя вставить в такие условия, из которых выход только один, сделать то, что ты сделал. Это такой рецепт от Александра Сенкевича. Да. Про семью. Вы говорили, что своим самым главным достижением считается создание семьи. Как вы познакомили свою жену? Вы знаете, на самом деле, я не знаю, что там за достижение, когда я это говорил. Вы говорили, говорили. Я счастливый муж и отец моих детей. Семья мой главный источник энергии, главный объект жизненной мотивации. Это дословная цитата. Это правда. Но я не считаю, что это самый успешный мой проект. В плане того, что я плохой папа. Потому что я очень мало уделяю времени своей семье. Поэтому это не очень успешный проект. Это успешный проект моей жены, которой я очень благодарен. За то, что она, кроме того, что там занимается бизнесом, она занимается воспитанием детей, и еще терпит меня. С моим занятием городом. Поэтому действительно семья — это источник позитивной энергии. И в основном это люди, которые от меня не хотят чего-либо, чтобы я для них что-то сделал, кроме того, чтобы был рядом с ними. И уделил им свое время. То есть предоставил им себя. Как Вы познакомились с женой? И была ли это любовь с первого взгляда? Да, это была любовь с первого взгляда. Я увидел ее в университете на большой перемене и сказал своему другу Руслану Иванову, «Вот видишь ту девушку, она будет моей женой». Так и случилось. А что Вас зацепило? Ну, не знаю, химия какая-то, наверное, в коридоре была запущена. На самом деле, сегодня мы с ней уже вместе 17 лет. Да, вот так. Дети у нас дочери 7 лет, сыну 4 года. Поэтому у нас, я считаю, у меня очень хорошая семья. Планируете или еще детей заводить? Нет, не планирую. Пока не планирую. Зачем плодить детей, если ты им не уделяешь время, их воспитание? Ну, вот какой смысл? Просто, чтобы сделать еще одного человека, которому ты не уделишь время, я не вижу в этом смысла. А не хотели бы Вы уйти с политики? Просто заниматься бизнесом, семья, как нормальный человек. Зарабатывать деньги, проводить время с семьей. Ну, я уже и занимался этим, и занимался бизнесом. У меня была такая мысль, на самом деле, я уже давно разочаровался, точнее, я когда-то был, у меня была мысль о том, что вот если все сделать хорошо, меня запомнят люди, и они будут меня за что-то благодарить. Я уже понял, что мне просто нужно это делать, потому что это должен кто-то делать. И я понимаю, что это никто не сделает лучше меня. В какой-то момент, после того, как 5 октября 42 депутата, трусливых депутата, я бы так сказал, проголосовали меня отстранить от должности, то от управления городом, потому что, ну, должность, все-таки городской голова, это не должность, это призвание, наверное, это очень серьезная работа. Вот, от работы меня отстранили, то у меня возникла мысль, а может это не нужно, то есть вот если есть избиратели, которые избрали этих 42 трусов, которые одним голосованием единогласно проголосовали, это очень классно, кстати, очень классно, что им было 42, и они все проголосовали. Ну, вообще их 54 депутата, но у некоторых есть, как бы еще умение принимать самостоятельное решение, они даже не встали за бюллетенем. А те, кто встал, они проголосовали все. Это большой плюс, потому что если бы хотя бы 1-2 не проголосовало против, то потом каждый из них мог подойти и сказать, «Саш, я проголосовал против». Ну, так они все открыли свои маски, сброшены. Вот, и у меня возникла мысль, если есть горожане, которые выбрали этих депутатов и доверили им правил распоряжаться своим голосом, и эти 42 депутата, ну, можно сказать, просто убрали меня с позиции городского головы. Может быть, этим людям не нужно, чтобы я был городским головой. Может быть, действительно важнее быть мне хорошим папой и предоставить себя свое время своим детям. И тогда в пятницу 6 октября мы призывали людей прийти на площадь для поддержки городского головы Сенкевича. И в воскресенье, во время дождя, в свое свободное время, без подвоза, без каких-то там дополнительных, там, я не знаю, там, средств связи, на площадь пришло около 3 тысяч людей. И я понял, что обратного пути нету, то есть нужно бороться дальше. Значит, я нужен городу, значит, они оценивают мой труд позитивно, положительно, и они дают мне свое доверие. А это доверие, просто сказать, я устал, предать это доверие я не могу. Поэтому буду идти дальше, переть вперед и сносить все на своем пути. В одном из интервью вы сказали, что, по-моему, я процитирую, по-моему, я на свою избирательную кампанию потратил около 40 тысяч долларов. Сколько вы планируете потратить на свою следующую избирательную кампанию? Это сложный вопрос. Действительно, в прошлую избирательную кампанию я потратил основную сумму денег в первом туре. Это были сбережения. Во втором туре мы обратились к горожанам, к бизнесу, и открыли счет. На этот счет поступали деньги, и мы эти деньги тратили на изготовление в основном. Ну, это был открытый счет, я... Да. В основном на... Ну, это называется краудфандинг. Это стандартная ситуация в Соединенных Штатах, там, в заграницах, там, в Европе, когда будущие избиратели, которые поддерживают кандидата, помогают ему финансово. Я думаю, и в будущем я буду делать точно так же. Потому что, ну, вот когда человек, он должен поучаствовать, а не просто сказать, ну, я за него проголосовал, теперь он мне должен там... Еще очень часто, когда ко мне приходили на прием люди, если они начинали со слов «Мы за вас голосовали», это значит, что сейчас они что-то будут просить. Там, либо там, не знаю, там, двор заасфальтировать и так далее. Для меня совершенно неважно, голосовал за меня Николаевец или нет. Просто он обращается к городскому уголову. Почините, исправьте, сделайте, улучшите и так далее. Мне необязательно знать, голосовал он за меня или не голосовал. Ведь многие не голосовали за меня, потому что не знали. Поэтому я планирую и дальше заниматься кронфаундингом, планирую прозрачно вести свою компанию. Ведь когда ты берешь деньги у кого-то, у какого-то бизнесмена, олигарха, помните, я вам говорил в начале передачи, никто тебе не даст ничего на шару. То есть обязательно придут и попросят. Так, мы тебе давали, так, отведи землю, так, отдай объект коммунальной собственности, так, сделай то, сделай то. А когда для тебя собирали деньги люди, то ты должен только людям. Ну и плюс большой, то, что когда я просил о сборе денег, я говорил, я не знаю и не хочу знать, сколько денег вы дадите мне на компанию. Но вы эти деньги отвалите на счет, и они будут потрачены публично и прозрачно. Сколько вы это сделаете, мне не важно. Я не хочу об этом знать, чтобы не чувствовать себя вам должным больше, чем кому-то другому. Что вас вдохновляет идти дальше? Меня вдохновляют николаевцы. Меня вдохновляют николаевцы. Иногда меня, вот когда я еду по городу, я недавно шутил, ехал с замом по ЖКХ, и сказал им, когда я еду по городу, у меня из глаз течет кровь. Это связано с тем, что я в какой-то мере перфекционист. Почему в какой-то? Не в полный? Нет, не в полный. Ну я просто считаю, что это болезнь, психическое заболевание, перфекционизм. Поэтому меня очень сильно раздражают неровные бордюры, разбитый асфальт, кривые деревья и все-все-все-все-все. Я очень сильно по этому поводу, вначале я очень сильно расстраивался. Сейчас я научился расстраиваться, как бы планировать там и так далее. Раскрытые люки или разломанные скамейки, или помятые урны, которые мы установили. Меня это все очень сильно расстраивало раньше. Просто я понял, что все исправить мне не удастся. Но то, что это можно исправить, и то, что нужно создать правила, систему для того, чтобы это исправлялось, это мотивирует. Поэтому меня мотивируют николаевцы, потому что я считаю, что они достойны жизни в лучшем, в более красивом, в более комфортном городе. И меня мотивирует то, что я должен изменить вектор развития города. Ну а он будет развиваться со мной или без меня после того, как будут установлены правила. Вот как сейчас. Меня как бы нету, но все проекты, которые мы запустили, запланировали асфальтирование, ремонт и так далее. Все это продолжается до конца года, потому что бюджет расписан до конца года. Вы думаете, из интервью вы сказали, что вы... И сейчас вы повторили, что... Вот такая мысль, что вы пошли потом баллотироваться в Мариуме, потому что вы не видели никого, кто бы сделал лучше вас это. Ничего не изменилось? Вы не видите никого, кто может сделать что-то? Если бы я увидел этого человека, я бы, наверное, презентовал его всем и сказал бы, а теперь я пошел к своим детям. А возможно ли такое быть, чтобы в Николаеве появился такой человек? Все возможно, конечно. Но я же появился как-то в Николаеве. Конечно, в Николаеве где-то, наверное, есть такой человек. Просто он еще не хочет тратить свою жизнь для того, чтобы улучшить город. Наверное, предпочитает пока тратить ее для того, чтобы улучшить жизнь своей семьи. То есть вы все-таки верите в Николаев? Потому что я почему спрашиваю? Потому что все считают Николаев очень... Ну, все это так, процента 80, с кем я знакома, что Николаев это грустный город и отсюда нужно валить. Все, кто это из Николаева? Ну, практически, да. Ну, вы знаете... Что сделать здесь нечего. Вот есть такое слово «кризис». Да, по-моему, я не помню. То ли в японском, то ли в китайском языке. Это два иероглифа. И эти два иероглифа, один означает риск, а другой означает возможности. То есть в городе, где ничего нету, всегда есть большие возможности сделать что-то. Я уехал из Киева, потому что меня очень сильно раздражал, во-первых, темп жизни в Киеве. Потому что день казался короче. Во-вторых, я жил на левобережке, а учился на теремках. И тогда еще метро ходило только до Лыбецкой. И путь у меня с учебы домой занимал два часа с пробками киевскими. То есть фактически два часа туда, два часа обратно. Эти четыре часа я использовал для того, чтобы учиться. Ну, читать предметы, готовиться к парам. Но с тех пор мне запомнился Киев очень неприветливым городом. И один раз я шел в переходе, по-моему, из станции Крещатик на станцию Майдана-Изглежности. Там есть такой переход. Я запомнил четко этот момент, он такой в виде, такой, и спуск такой. И вот эти люди, их затылки серые. Это была зима или что-то такое. Это было просто ужасно. Я не хочу здесь жить. Я вернулся в Николаев. Я считаю, что здесь очень хорошие перспективы. Дышится здесь свободнее, чем в Киеве? Сто процентов. Ну, когда из Киева приезжаешь Николаев, кажется, что люди двигаются медленнее. И время течет. Да. Ну, поэтому можно успеть что-то больше сделать. Скажите, в быту вы требовательный человек? Даже в каком-то смысле назойливый. Назойливый? Вот чтобы чай был конкретно такой температуры. Кушать только такое. Одежда такая. Ну, не в этом смысле. Ну, действительно. Во-первых, я не ем мясо. Я принял такое решение. Десять лет назад, после смерти своей матери, через год она умерла от рака головного мозга. И я начал изучать вообще эту болезнь, ее связь с появлением этой болезни и всего остального. Ну, вот я единственный в семье, кто не ест мясо. То есть уже в еде я уже не то чтобы требовательный, но капризный. То есть сложнее меня накормить, чем обычного мужчину. Что касается других вопросов, ну, действительно, я люблю порядок. Люблю, когда вещи лежат на своем месте. Я не люблю беспорядок. И ну, вот как-то так. Давайте так. Три вещи, без которых Александр Сенкевич не может обойтись в быту. Это может быть там от блюда до какой-нибудь одежды или, не знаю, телефон. Ну, какая-то вещь. Вот три. Бойтон? Да. Ну, вы знаете, вот, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я могу без всего обойтись. Да, ежегодно мы с моими друзьями ходим в поход. Это поход, как бы, на, обычно это праздник какой-нибудь или летом происходит. Мы идем в палатках, мы там берем с собой еду, ту, которая нам хватит на эти дни, берем с собой все. И вот в таком походе понимаю, что человек может обойтись без всего. Ну, ну, то есть не надо никакой там телевизор, пылесос, утюг или еще что-нибудь. Я могу обойтись в быту без всего. Это интересно. Да, просто… Я думаю, вы сейчас скажете, телефон, что-то там еще. Ну, телефон. Действительно, то есть если дома мы говорим, то я могу без всего обходиться. Если на работе, то, конечно же… Меня интересует вот быт обыкновенного человека. Ну, я могу обходиться, не знаю, без душа, наверное. Без душа, да. Еще микроволновка мне. Вот, если вы говорите о каких-то трех предметах, да, это душ, микроволновка, ну, и стиральная машина. Да, это такие три вещи, которые я считаю благами цивилизации, которые нужно использовать и без которых, наверное, сегодня дом не дом. Ну, я не считаю центральное водоснабжение, там, к систему канализации и все. Вот мы же это не берем. Ваше чувство юмора классное, но есть люди, которым оно не совсем нравится. Вот, допустим, глава фракции БПП Крыленко, я процитирую его, сказал, что критика горожан и депутатов перекручивается и превращается в шутку. Как вы относитесь к тому, что иногда вы шутите, а люди просто это не воспринимают? Ну, наверное, это проблема тех людей, которые это не воспринимают. Во-первых, я считаю, что юмор — это признак интеллекта. Если человек не может понять шутку, то значит, он, наверное, не сильно интеллектуален. Но это не касается господина Крыленко. Вы знаете, кого там Лермонтова, по-моему, Мартынов застрелил, мне запомнилась очень сильно эта история. Он хотел произвести впечатление на девушку, и, по-моему, он сказал, «Привет, Мартышка!» Вот, а мы их друг друга называли так шуточно. Вот, и тот сказал, что, какой я тебе Мартышка! И вызвал его на дуэль. И убил такого известного человека, который остался в истории исторической личности. Это было интеллектуально или это было тупо? Вот, можно было перевести на шутку, мне кажется, это, и все бы это закончилось очень хорошо. Действительно, юмор такая штука, он не подлежит стандартам. То есть, что вот так шутить, это хорошо, значит, надо всем смеяться. А вот так никто смеяться не будет. То есть, юмор, он индивидуальный. Я считаю, что мой юмор, он характеризует меня как личность. И говорить о том, что я превращаю всю критику в юмор, ну, это обман, это ложь. Иначе бы мы здесь жили в городе Скаморохов с комедиклабом и продолжали жить в разрушающемся городе. Мне кажется, за те два года, когда я работал городским головой, в Николаеве жизнь улучшилась. И во многом некоторые вещи улучшились в плане стандартизации. И на это никак не повлиял юмор. Цель номер один, которая сейчас стоит перед Александром Сенкевичем. Моя цель – это, ну, наверное, чтобы восторжествовала справедливость вернуться в кресло городского головы, в кабинет. Потому что в кресле, честно, я, наверное, сидел в своем кресле городского головы, ну, раз, наверное, пять, может быть, десять всего. Потому что я в основном работаю за столом, который находится вот так, на котором, ну, таком, скажем, круглом столе, где все приходят, садятся и работают. Вот. Поэтому в кабинет городского головы и с поддержкой нового депутатского корпуса, новых людей, дальше продолжать работу на благо города Николаева и всех горожан. Даже которые не любят голосовать за Сенкевича. Обязательно, потому что они тоже Николая ценят. Спасибо большое. Это было интересное интервью. Друзья, вот такой вот он Александр Сенкевич. А мы, как всегда, благодарим за уют и гостеприимство Кафе САТ. Субтитры подогнал «Симон»!